Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на канале Лабутнанского телевидения в студии Кристина Волкова. Предлагаю обзор событий. Вначале коротко о сегодняшних темах. При исполнении служебного долга во время военной спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник, житель Лабутнанги Андрей Иванов. Губернатор Ямала Дмитрий Арсюхов провел прием жителей. У 11-ти классников пора государственных экзаменов, сегодня сдавали русский язык. На Ямале, как и во всей стране, завершилось голосование за объекты благоустройства. Лабутнанцы выбрали пешеходную зону по улице Колхозная в районе Коми-деревни. Если вы решили бороться с вредными привычками, то самое время начать. Сегодня Международный день отказа от курения. Завершается прием заявок на конкурс эскизных проектов знаковых мест нашего городского округа. При исполнении служебного долга во время военной спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник, житель Лабутнанги Андрей Иванов. Сообщается на официальном сайте администрации города. Наш герой служил командиром отделения сбора и эвакуации раненых. Спасение жизни товарищей – его боевая задача, которую он до последнего шага выполнял с честью и храбростью настоящего воина. Глава города Лабутнанги Марина Трескова выразила соболезнования семье Ивановых. Андрей навсегда останется для земляков примером мужества, верности воинскому долгу. Вечная память герою. Скорбим вместе с родными и близкими солдатам. Мы не оставим семью Ивановых наедине с бедой, разделяя горечь утраты, будем рядом и окажем помощь, в которой будет нуждаться семья. Соболезнования родным выразил губернатор Дмитрий Артюхов. В главе региона по видеосвязи обратились жители Лабутнанги, Таркас-Алей, Муравленко по вопросам благоустройства, ремонта дорог и реализации культурно-просветительских мероприятий в рамках Кода экологии. Все обращения поступили через региональную общественную приемную партии «Единая Россия». Житель Лабутнанги Сергей Скубко попросил губернатора о содействии в решении вопроса благоустройства своего двора в переулке Космонавтов. Он отметил, что сейчас проезд заасфальтирован частично, местами территория уложена деформированными плитами. Также Сергей Скубко попросил установить во дворе лавочки и обеспечить освещение. Дмитрий Артюхов поставил задачу главе муниципалитета решить вопрос. Марина Трескова отметила в ходе приема, что средства в бюджете городского округа есть, работы будут проведены. Вопросы профилактики правонарушений сегодня обсудили на заседании межведомственной комиссии. В повестке дня было обозначено четыре темы, среди которых контроль, соблюдение миграционного законодательства, дополнительные меры по профилактике правонарушений и организация работы и досуга несовершеннолетних летом. Карина Щербакова продолжит тему. Согласно статистике, по многим показателям на территории городского округа идет снижение совершения преступлений. Тем не менее, на заседании отметили необходимость в профилактике. Первый вопрос коснулся контроля соблюдения миграционного законодательства. В связи с летними строительными работами количество иностранных граждан в Лабытнанге увеличилось. Глава городского округа Марина Трескова призвала исключить незаконную миграцию. Сейчас нужно внимание уделить тем, кого мы выявляем без определенной цели. Да, возможно, они называют трудоустройство, но вместе с тем, если это трудоустройство, то оно должно быть законным. Поэтому здесь может быть помощь вам по проверкам жилфонда, потому что все равно кто-то где-то снимает квартиры, где-то пытается проживать. В этом году сотрудники ОМВД пристальное внимание уделяют профилактике преступлений, совершаемых в состоянии опьянения. Мы увеличили количество пресеченных нарушений по фактам появления в силе опьянения в общественном месте, распития спиртных напитков, мелкого полиганства, потребление на всех этих средств. Число болеющих алкоголизмом снизилось в связи с ослаблением ковидных ограничений и увеличением занятости. Анализируя период прошлого года, можно отметить некое снижение заболеваемости алкоголизма и, вместе с тем, рост паводного употребления алкоголя. Рост как и не уходит в болезнь, а рост за счет раннего выявления наркопатологии и недозволенность поведения достойного синдрома зависимости. Еще один вопрос касался организации летом трудовой и досуговой деятельности несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. Во влечениях в летние лагеря, трудовые бригады, спортивные и творческие кружки. Особое внимание обратили на то, что у трудных подростков должны быть наставники, которые будут с ними на связи ежедневно. Итоги эффективности такой работы будут подведены на следующем заседании межведомственной комиссии в сентябре. Карина Щербакова, Григорий Волков, программа «Время местное». У 11-ти классников пора государственных экзаменов. Первые испытания позади. Некоторые старшеклассники уже сдавали литературу, химию и географию. Это предметы по выбору. Все прошло в штатном режиме. Сегодня они сдают обязательную дисциплину русский язык. Сегодня в школу выпускники пришли задолго до экзамена. Валентин Суханов в своих знаниях уверен, хотя немного волнуется. Парень мечтает стать преподавателем биологии и географии, поэтому будет поступать во Владимирский педагогический университет. Экзамены для нас всех – это волнительный период, который нам нужно всем прожить и его пронести до самого последнего. Но сегодня русский язык у нас уже была химия и не так уже волнительно, потому что все равно мы ко всему готовы. И даже если попадется что-то сложное, надеемся, что мы все напишем и получим наши высокие баллы. С 10-го класса начинали прорешивать варианты. Потом готовились в начале года к сочинению и сейчас еще решали новые варианты. Напряженные месяцы подготовки позади. Впереди нелегкое испытание, которое по силам пройти каждому старшекласснику. В пункт проведения экзамена просто так не попадешь. Пускают лишь после проверки металлоискателем. Напоминаю, телефоны, средства связи и иные средства передачи информации запрещены. В случае обнаружения вы будете удалены. За порядком проведения ЕГЭ следят со всей строгостью. Работают видеокамеры, охват со всех сторон. Списать явно не удастся. Поэтому ребята надеются только на свои знания. На каждого ученика одна парта. С собой только ручка и паспорт. В этом году в целях эпидемической безопасности экзамен разделили на два дня. Вчера уже написали русский язык 69 выпускников. Сегодня пришли еще 64. При проведении экзаменов в этом году у нас используются две новые технологии. Первая заключается в том, что мы получаем экзаменационные материалы теперь не на дисках запечатанных, а по сети интернет в зашифрованном виде. И вторая технология – это технология сканирования материалов участников непосредственно сразу после экзамена в аудитории проведения, там, где они сдавали экзамен. Результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны 16 июня. Следующий экзамен по математике пройдет 2 и 3 июня. Рая Ермолаева, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». На Ямале, как и во всей стране, завершилось голосование за объекты благоустройства. В течение полутора месяцев северяне выбирали 15 территорий, которые будут реализованы в 2023 году. Новые общественные пространства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда» появятся в каждом муниципалитете округа. Голосование проходило на федеральной платформе 89.городсреда.ру. Сделать выбор помогали и 250 волонтеров проекта. Выбор новых объектов благоустройства в округе традиционно проходит с высокой активностью. В голосовании приняло участие более 88 тысяч ямальцев. Лабутнанцы выбрали пешеходную зону по улице Колхозная в районе Коми-деревни. Черед ее реконструкции придет летом следующего года. Если вы решили бороться с вредными привычками, то самое время начать. Сегодня Международный день отказа от курения. Лабутнанские студенты решили провести его с пользой. Специалисты городской больницы организовали для них профилактическую акцию «Бирюзовая лента». Курить не модно, дыши свободно. С такого девиза начался сегодняшний день в колледже. В гостях у студентов врач-нарколог. Сегодня она не считает им скучные лекции, а проводит викторину, конкурс рисунков и показывает упражнения для развития легких. Потому что курение – здоровье, молодец! Сладкие призы вручаются каждому, кто принял участие в акции. Есть среди этих студентов, кто однажды пересмотрел свои взгляды на вредные привычки. Я думала, зачем это курить и зачем портить свое здоровье. Я так думала, ну не буду больше и все. И мотивировали родители в основном и все. Зато нет никакой зависимости от курения. Не ходишь, не ищешь, курить хочу, курить хочу. Тут и сюда. Нет такого. Студент Данила Кова с детства занимается спортом. У парня никогда не возникало желания закурить. И сейчас он еще больше утвердился в своих убеждениях. Я вообще не куру, а вот спортом занимаюсь, покупательным боем занимаюсь. Я захожу на северный характер. Курение вводит здоровье, лучше заняться спортом. С медицинской точки зрения табакозависимость рассматривается как заболевание. Привыкание к никотину, как в случае и с наркотическими веществами, моментальное. Впрочем, отношение общества к употреблению сигарет весьма лояльное. Курение считают всего лишь вредной привычкой, от которой можно отказаться в любой момент. Но иногда одной силы воли недостаточно. Есть много пациентов, которые просто сказали, что я проснулся сегодня и просто бросил курить, хотя стаж был 20 лет. То есть, как бы, варианты есть, но в основном, конечно, лечение, прием и антидепрессивных препаратов, и витаминов, и успокаивающих. В общем, это все зависит от индивидуальных особенностей. Что вот у человека, что его сподвигает к курению. Некоторые просто за компанию, значит, это психологическая какая-то проблема. Но бросить курить, вообще, перспектива, она всегда нормальная, хорошая. В сегодняшний всемирный день отказ от курения для кого-то может стать отличным поводом, чтобы начать бороться с вредными привычками и отказаться от них навсегда, а взамен получить свободное дыхание и крепкое здоровье. Дарья Самородова, Николай Снегир, программа «Время местное». Завершается прием заявок на конкурс эскизных проектов знаковых мест нашего городского округа. Срок подачи ранее был продлен до 1 июня. Принять участие в нем могут все желающие, независимо от возраста и профессионализма. Конкурсные работы могут быть представлены в любой изобразительной технике. Приняла участие в конкурсе преподавателей изобразительных искусств детской школы искусств поселка Харп Гульнара Братухина. Живет в поселке 25 лет, давно оценила его красоту. Я сделала несколько эскизов, но больше внимания я сделала на развилку Харпа Пская, потому что мы часто ездим по этой дороге, сейчас она должна будет часто делать дорогу. И люди, гости Харпа, и просто жители будут приятно удивлены, если будет стоять стела в виде каких-то часов. Пустовато там, эта стела будет украшать, и заодно люди будут видеть, сколько времени и сколько даже градусов. Конечно, хотелось, чтобы обратили внимание на этот проект, на этот эскиз проекта. очень хочется победить. Работы можно представить до 1 июня включительно. Работы отправляйте на электронную почту котлерово.нв.собака.ук.лбт.енау.ру с пометкой «Конкурс» или приносите в Управление культуры по адресу улица Первомайская, 29, кабинет 13. Всех участников ждут дипломы, а победители получат ценные призы. Это все на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Заходите на наш сайт www.lbtdefiz.tv.ru и подписывайтесь на группы во всех популярных социальных сетях, в том числе на новый канал в Телеграм. Спасибо за внимание, всего доброго и до встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!